Доброе утро, Полтава! Здравствуй, Украина! Я в офисе 1580. Доброе утро, Сергей Станислав. Что у нас? Доброе утро. За вчерашние сутки у нас три чрезвычайных происшествия. На Европейской 146 поступила информация о том, что горела будильная смертная. Европейская 44 от скорой помощи информация о ножевом ранении. Молодой человек 30 лет доставленный во вторую городскую больницу. И на Софии Ковалевской 57 горелут тоже мусор на открытой территории на площади 25 метров. За вчерашние сутки, кроме отключений, которые по котельным, у нас добавились отключения, которые у нас идут по домам управленческой житловой компании. На данный момент это Чернового 2Б, Европейская 68, Небесные сотни 124, Бедного 1 и 3А, Понянки 75А, первые три подъезда. Значит, на данный момент они отключены по электроэнергии, но только по коммунальному навантажению. То есть отключены в подъездах, нету света и в допомежных примещениях. В принципе, насколько я понимаю, что отключены они задолго. Будем выходить сейчас и на управленческую жилищную компанию, и будем выходить на обоэнерго. Поэтому ситуация, сколько долг и какие методы, скажем так, решения этой проблемы. Также у нас информация о том, что на Ивана Маза по 17 капитальный ремонт в подвале, замена труб проходит. Поэтому, возможно, там сейчас будут перебои и схвату. По погоде на сегодня нам обещают днем плюс 14-16 градусов. Вчера нам передавали, что этой ночью были заморозки на поверхности грунта 0-2. Ветер небольшой, 5-10 метров в секунду. И на сегодня обещают без осадки. У вас без осадки? Потому что я даже зотик взял, мне сказали, что дождь. Нет, на сегодня вроде бы вчера передали синоптики, что не дождь. Сергей Станиславович, слышу, постоянно горит мусор. Я вижу, что по городу он вывозится. Мне говорит, я вижу, что вывозят. Почему он горит? Инспекция по контролю за благоустроем, как и, скажем так, наши пожарные службы проводят соответствующую работу среди жителей частного сектора. Особенно это связано в таких селущах, в которых частный сектор преобладает над высотками. Как мы видим, в прошлый раз у нас горела на Софии Ковалевской. То есть, в принципе, в таких районах. Моя точка зрения, что только штрафованы мы сможем решить этот вопрос, потому что население у нас не всегда адекватно реагирует. Кто-то сознательно пожирает. Да, сознательно. Сознательно выносятся дворов и пожирают. Я так понимаю, что, допустим, даже на той же самой Сухи Ковалевской, 25 метров квадратных, которая выгорела, явно, что вынесли там небольшую кучу мусора, подпалили, пошли обратно во двор, и никто за ним не следует. То есть, явно, что сознательно был подпал. Не знаю, мне кажется, что не всегда методом пряников нужно решить такие вопросы, что иногда нужно и штрафовать население за эти кучи, которые они выносят дворов. Если сейчас на выходных проехаться по городу, в районе частного сектора, мы видим, что практически возле каждого третьего частного дома выносят мусор. Ну, слава Богу, на Юровке я такого не замечаю, часто бывает там. Но давайте все-таки задуматься, прежде чем поджигать, подносить спичку. Это может кончиться очень плохим. И если власть будет штрафовать, я лично только за. У вас все? Да. Удачи. Всем пока-пока. Продолжение следует...